шалом дворовая собака долго лаяла на ворону сидящую на дереве ворона не выдержала вид слушай собака неужели ты взлетишь и поймаешь меня почему ты лаешься и лаешь лаешь чего ты хочешь добиться собака улыбнулась и говорит естественно я и не думаю тебя ловить но я создаю видимость для моего хозяина что я работаю что я на страже недавно в одном фильме я слышал такую фразу свободный человек старается не обманывать то есть если ты видишь что твой работник иногда отлучается причем не боясь он не показывает вид что он пошел куда-то там я не знаю выполнить какое-то поручение а он действительно свое поручение выполнил у него есть какие-то 5 10 минут есть другие люди которые постоянно делают вид пытается создать впечатление о себе что они работают в поте рук но это не всегда связано с работой часто нас окружают люди которые любят создать впечатление знаете есть такое такая фраза на и дышлю в дышев то есть воздушный такой бизнес человек который делает вид здесь и он делает вид тут и каждый думает вау человек все время занят но он всего лишь лает он даже не собирается ничего делать я вспоминаю советские времена когда во время учебы у нас у студентов был музрук музыкальный руководитель в принципе он занимался своей работой но может быть пять минут в день его основная работа это играть на свадьбах на каких-то музыкальных мероприятиях там была его основная основной заработок но здесь он получал там свою зарплату 50 рублей 60 рублей в месяц только чтобы числиться теперь что он сделал чтобы создавать впечатление что он работает он одевался в такие грязные одежды ходил по этажам он встречал завуча он встречал декана он всем говорил доброе утро доброе утро они его увидели что тот одет в грязных одеждах они даже не задумывались о том что его работа вообще не связана с грязными одеждами иногда такое бывает иногда есть люди которые получают лишние деньги они только хотят числиться в этой жизни если вы видите такой офис или такое предприятие где много вот таких людей в грязных одеждах ходят и их непосредственные начальники не обращают на это внимание это в общем делает не очень хорошее впечатление о всем предприятии и сложно иметь с такими людьми дело из этого можно сделать несколько выводов ну вначале каждого должно быть свое место это гарантия эффективности работы но еще часто вот этот советский подход вот лишь бы где-то работать прозябать делать вид что ты работаешь получать какие-то деньги пусть даже немалые здесь человек не использует свой потенциал может быть у этого человека сильный потенциал может применить себя на другом поприще может быть с той же зарплатой но он себя свои личностные качества может вложить это может ему дать рассвет это поможет ему продвигаться вперед шалом шалом